Однажды, ангелы и демоны подписали контракт о мире двух сторон. Ангелы и демоны могли обручаться и создавать свои семьи. Но... Есть и те, кто против мирного контракта. Постоянные сражения, войны между сторонами продолжались довольно долго. Пока правители двух сторон не объявили помолвку представителей ангелов и демонов, стороны, которые были против, придумали план, дабы разрушить мирный договор. Во время брака представителей сторон убили ангела, из-за этого контракт о мире был порват. Но демон, представитель, был уверен, что она жива, но находится на земле, поэтому он обратился к своему дяде, магу, он хорошо знал магию, и поэтому он мог бы помочь ему. Дядь, мне нужна твоя помощь. Я уверен, что Муллэй жива, но находится не здесь, а на другой планете. Помоги мне найти ее, прошу! Хорошо, встань ровно и закрой глаза. У тебя будет ровно пять лет, чтобы найти ее. Главное, всегда слушай свое сердце, оно поможет тебе ответить на все твои вопросы. А тут не так гадко. Пойду похаваю. Так и прошел первый год. Я побывал во многих местах, но так и не нашел ее. Леди, могу я угостить вас чашечкой кофе? Конечно. Как можно отказать такому привлекательному парню? Тогда пройдемте. Могу ли я поинтересоваться, как зовут вас, леди? Я Элиза. Меня зовут Муллэй. Вы где-то учитесь? Чем любите заниматься в свободное время? Мы с Муллэй учимся в тринадцатой школе, класс Б-10. Я люблю корлякать, а она играть на гитаре. Ясно. Ладно, спасибо за угощение. Нам пора. Тринадцатое, значит. Хорошо, наведаюсь к вам завтра. Два часа спустя. Здравствуй, юноша. Рассматривала твое резюме, а ты довольно хорош. Вы должны быть в высших классах нашей школы. Например, Б-14 или А-16. Но почему именно Б-10? Мисс, прошу вас не осуждать мое решение класса, вас это не касается. Ну и ладно, мне-то что? Завтра рабочий день, так что приходи завтра. Время как обычно. Расписание уроков и входа в мой кабинет. Не обязательно должна быть школьная форма. Ну и мрачный тип. Давно не виделись, конфетка. Я никак не думала, что вы в нашу школу собирались поступать. И в каком ты классе? В Б-10. Слушай, Му, походу он твоя судьба. Да пошло ты. Леди, может лучше пройдем в кабинет? Звонок скоро. Да, ты, пожалуй, прав. Тогда прошу, за мной. Твоя первая парта. Благодарю. Щедрока будет, я назад. Шана, освободи мою парту. А что, если нет? Ведьма! Ну, это была не я! Ну-ну, мы еще ничего не выяснили, а уже наезжаете. А вдруг она и вправду невиновная? Ты прав. Без доказательств вы не имеете права обвинять ее в том, что она не сделала. Защищаешь ее лишь потому, что она твоя подруга? Не только. Я дружу с ней много лет. И в самых экстремальных ситуациях она не использовала колдовство. Хочешь сказать, что из-за какого-то пустяка решила поиграть магией? На этот раз вы легко отмазались, но в следующий раз будет непростым, Мулей. Спасибо. Всегда пожалуйста. У тебя обязательно получится. Здравствуйте, класс. К нам присоединился новенький, прошу представиться. Меня зовут Лы Цзинь. Можно просто Лу. И я владею всеми языками мира. Например? Итальянский, французский, китайский, японский и другие. Невозможно. Может, уже продолжим урок? Да-да, продолжим. На перемене. Это вы ученик, знающий все языки мира? Ну, допустим. Я бы хотела, чтобы вы были моим учителем по иностранным языкам. Для этого есть обычные педагоги, я не работаю в качестве учителя. Но я могу заплатить больше, если вы нуждаетесь в деньгах. Нет, спасибо, конечно, но мне своих достаточно. Хорошо, если передумаете, обязательно мне сообщите. Ммм, моя кружка ревнует. За что? Заслужил. Хорошо, прости, больше не буду. Давайте дружить. Хорошо, давай. Год спустя. Я отойду, скоро вернусь. Почему так больно? Я полюбила тебя еще с первой нашей встречи. И кроме тебя, мне никто другой не нужен. Ну, раз уж так, то я хочу вам кое-что сказать. На самом деле, я демон. Так в тот день, это ты поднял шану в воздух? Конечно, как я могу смотреть на то, как обижают мою невесту. Я так поняла, ты пришел на землю, чтобы забрать Мулей? Верно. И сейчас вы пойдете в волшебный мир под названием Ад? По-вашему, это так звучит? А можно с вами? А вы уверены в этом? На все 99,9 процентов. Тогда поехали. Лиэм, ты что ли? Лиза? Луише! Думала, я больше тебя никогда не увижу. Вы знакомы? Да, я ее настоящий муж, но это длинная история. После рассказа. Ну, вы даете, конечно. Сейчас остается только пойти к Высшим и уговорить о восстановлении контракта мира обеих сторон. Мы в деле. Сэр, вы обязаны вернуть договор о мире между сторонами. И что ты предлагаешь? Сегодня встреча у сладкого дерева в 20.30. Ты же понимаешь, что будет, если ты меня обманешь? Я беру на себя всю ответственность своих действий. А раз уж ты так настаиваешь, то я не могу отказать. Меня позвали какие-то школьники, лишь из-за этого убийцы. Я ее не убивал. Хватит. Не может быть. Раз уж я жива, то брак будет полноценным, и договор должен быть подписан. Да, маленький ангел права. Хорошо, все живы-здоровы, а то и контракту никто не помешает. Вот и хорошо. Все-таки не зря мы так долго его уговаривали. А кто это? Это Лиза, а сзади тебя Лем. Приятно познакомиться. Если ни у кого нету планов, так почему бы не устроить вечеринку прямо сейчас? Никто и не против. Спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!